Доброе утро, дорогие друзья. Итак, подводим итоги недели, недели Трума. Мешкан, храм наш знаменитый. Последние две тысячи лет человек жил в затемненном мире. Напряженной жизни с одной стороны и длительное отсутствие шхины с другой, потому что видимое присутствие ушло. И это сделало свое дело. Люди привыкли к тому, что иначе не бывает, принимая нашу жизнь как норму. Во времена храма была великая интенсивность присутствия Творца. Она была такой яркой, что человек просто стремился погрузиться в нее. За возможность испытать ощущения такие высокие. Он был готов заплатить любую цену, как это сделало поколение пустыни. Или не мог воздержаться от этого воздействия. И чтобы ослабить его, обращались, кидало поклонство, не выдерживали. И тогда присутствие Всевышнего было отнято. Образовался духовный вакуум, который отбросил человечество в темноту средних веков. Так оно было сколько уже? Более тысячи лет. И мы все просто не знаем, не понимаем, кроме фактов каких-то там или рассказов, что может быть иначе. За последнее тысячелетие человечество создало новый мир. Но этот мир основан на материальных ценностях и на новых технологиях. Духовность не обрела силу. Мы считаем, что люди, которые жили раньше, это примитивные люди. У них не было машин, телефонов, они не разбирались в виндусе, там еще что-нибудь. Они не знали, что такое, там кнопочки эти. Но глаза у этих людей, вот этих поколений, особенно их мудрецов, видели иное измерение. Они видели явное присутствие Всевышнего. Сегодня это тоже видно, но совсем чуть-чуть и для тех, у кого глаза очень открыты. Они обладали духовными технологиями величайшего уровня, а мы пошли другим путем. В своем комментарии к нашей недельной главе Великий Ромбан открыл нам великий секрет. Сказал, что мешкана впоследствии храмы, это не просто сооружение, где служили Всевышнего. Это место воспоминаний. Это с точностью до малейших деталей обозначил устройство храма. Всевышний вооружил нас особой духовной технологией, которая позволяет человеческому сознанию вернуться навстречу с Творцом Украины Синами. Представьте себе, что вы в любой момент можете вновь и вновь испытать ни в чем не сравнимое какое-то по силе эмоциональное воздействие, такое переживание, которому нет аналогов в жизненном опыте. Вот что мы потеряли. Храма нет сегодня. Жертвоприношения заменяются молитвой. Изучая законы воскурения, мы как бы осуществляем их, изучая устройство мешкана, которое мы изучаем на этой недельной главе, в эту неделю, мы приглашаемся к величайшим каким-то тайнам. Мы перестраиваем себя на волну духовности. Обратите внимание, приходит человек в этот мир с сжатыми кулаками, вот так вот. Он готов схватить все, что может. Только в самом конце жизни наши кулаки раскрыты, наши пальцы полностью протянуты, и показывая, что в действительности мы не обладаем ничем из физического мира, которому мы посвятили огромное количество нашего времени и усилий. Вот что нам пытаются рассказать мудрецы. Духовное первично, не просто первично, а единственной реальностью является. А материальное иллюзорно, хотя нам кажется наоборот. Знаете, вот большие еврейские свадьбы, шумные, многолюдные, устраиваются одной целью. Порадовать жениха и невесту. Правда, некоторые гости забывают, начинают себя вести так, будто они главные на свадьбе. Ходят по столам, пробуют все, заводят знакомство со свадьбой. Наш мир это своеобразный банкетный зал с едой на столах, с цветами, с музыкантами, с фотографами, говорят мудрецы. Весь антураж для одного, сблизить жениха и невесту. Что такое жених и невеста? Душа человека с ее создателем. Однако не все гости это понимают. Не все гости. Они бродят по залу, цепляются там, какую-то ножку, жуют ее. А пришли мы в мир совсем не для этого. Перед нами шаббат. Шаббат. И вот 40 лет назад, точнее 40 лет спустя после выхода из Египта, Маша обращался уже к новому поколению тогда, это будет чуть позже, и сказал, что надо будет пахать, строить, защищать страну. Но он говорит, что вы будете отдыхать в шаббат не потому, что устаете за 6 дней, а потому что священный день, напоминающий о Творце Вселенной. О том, что Бог создал 6 дней, мир создавал, а в седьмой отдыхал. Еще шаббат напоминает о чудесах, которые Всевышний совершил в Египте. И каждый день совершает в нашем время. Этот день надо освящать, использовать не столько для укрепления, оздоровления тела, не для восстановления физической энергии, а для духовных целей, для изучения Творы, для молитвы, для семейного общения. Этот день Бога отдайте Ему. Брахава от слуха.